Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о таком явлении как остойчивость плавающих тел. Физики, конечно, в этой ситуации говорят об устойчивости, но у моряков своя терминология и их интересует остойчивость кораблей. И когда я учился в школе и изучал закон Архимеда, там речь шла только об условии плавания тел. Но как именно будет плавать тело, это никак не обсуждалось. Ну и рисовались вот такие картинки плавающего бруска с квадратного сечения с плотностью равной половинки. И вот оно изображалось так. Но сейчас я покажу, что такой брусок так плавать не будет. И для этого опыта мы приготовили пеноплексовый брусок, вдоль оси которого расположены утяжеляющие грузы, так что его средняя плотность равна половине плотности воды. И я сейчас кладу этот брусок верхней гранью параллельно поверхности воды, отпускаю и он заваливается на ребро. Ну давайте попробуем перевернуть его другой гранью и повторить опыт. Отпускаю брусок и он снова заваливается ребром вниз. Ну а если я возьму брусок из чистого пеноплекса, плотность которого в 40 раз меньше плотности воды, то он вполне себе устойчиво плавает на этой грани. Но более того, он может плавать и на этой грани. И даже никуда не заваливается. Почти. Чтобы понять, что происходит, рассмотрим корпус плавающего на воде корабля. На него действуют две равные по величине и противоположно направленные силы. Сила тяжести, приложенная к центру масс корабля, и сила Архимеда, приложенная к центру масс вытесненной кораблем воды. Эту точку называют центром плавучести. Теперь представим, что корабль накренился. Кажется, что возникший момент двух сил будет наклонять корабль и дальше. Но надо учесть, что подводная часть корабля перестала быть прямоугольником и стала трапецией из-за того, что справа корабль глубже ушел в воду, а слева частично вышел из воды. Поэтому и центр плавучести смещается правее в сторону заглубленной части. И если центр плавучести окажется правее центром масс корабля, то суммарный момент двух сил восстановит равновесие и вернет корабль в исходное положение. И о таком корабле говорят, что он является остойчивым. А если бы момент сил оказался опрокидывающим, то корабль завалился бы на бок и утонул, как это неоднократно случалось в истории кораблестроения. Ну и один из самых известных случаев. Это катастрофа, случившаяся с линейным кораблевым флагманом шведского флота Король Густав Ваза в 1628 году. Из-за неправильной центровки он опрокинулся и утонул. Ну а мы, прежде чем перейти к теоретическим расчетам, поэкспериментируем немного в программе Геогебра. И начнем мы с бруска квадратного сечения плотностью равной половине плотности воды. Вернемся к нашему исходному опыту. Но здесь все совсем просто. Центр тяжести этого бруска все время расположен на поверхности воды и никуда не уходит. А вот центр плавучести смещается в сторону. Ну и видно, что появляется момент сил, заваливающий брусок все дальше и дальше. Но смотрите, сейчас, когда брусок опустился ребром вниз, этот момент становится равным нулю и брусок находится в устойчивом положении, как мы и видели на опыте. А теперь сделаем второй опыт с широким бруском, который явно должен быть устойчивым. Начинаем его поворачивать и видим, что стрелки сил расходятся вообще в разных направлениях, создавая существенный возвращающий момент. Ну и такой брусок, конечно, является устойчивым. А сейчас опыт, который показался нам самым интересным. Поворачиваем этот брусок и видим, что возникает опрокидывающий момент. Но смотрите, синяя стрелка обгоняет красную и теперь момент становится возвращающим. Так что брусок останавливается вот в таком устойчивом положении и плавает под наклоном. И теперь в этом ролике появляюсь я в качестве теоретика. И я хочу найти, как перемещается центр плавучести бруска при его небольших наклонах. И вот здесь изображен такой брусок прямоугольный. Он наклонен на небольшой угол альфа. А синим показана его подводная часть в том положении, когда наклон отсутствовал. Ширину подводной части мне удобно будет обозначить через 2А, а глубину погружения бруска в нейтральном состоянии через 2Б. Ну и тогда в начале центр плавучести находился на расстоянии б по вертикали от середины палубы. И мы будем искать смещение центра плавучести при наклоне относительно этой начальной точки. Насколько-то он уйдет по координате Х и насколько-то приподнимется по координате У. Итак, насколько он ушел по координате Х? Ну, центр тяжести прямоугольника сместился на расстоянии альфа Б по Х. Но у нас еще был вот этот треугольничек, который вышел над водой и вот этот треугольничек, который ушел под воду. Надо учесть и перемещение массы, связанное с этими треугольниками. И здесь я добавляю такое слагаемое. Альфа А в квадрате. Это площадь вот этого треугольника и площадь вот этого треугольника в сумме, деленная на 4АБ, то есть площадь вот это, отношение масс. И умножаю на вот это плечо до центра масс треугольников. Но оно, очевидно, составляет две трети от полуширины палубы, то есть 2А делить на 3. Ровно в таком же стиле мы получаем и вертикальное смещение центра плавучести. Ну, здесь у нас, опять же, записано смещение по вертикали для вот этого синего прямоугольника, когда он наклонился. Ну, здесь будет альфа квадрат Б пополам. А здесь точно так же учтено опускание, значит, вот этих точек на угол альфа пополам по отношению и подъем, соответственно, на угол альфа пополам по отношению к горизонтали. Ну, и главное, что отсюда следует, так сказать, вывести, это то, что смещение Х, оно пропорционально углу альфа, а смещение по У, оно пропорционально углу альфа в квадрате. Поэтому при малых альфа кривая, по которой ходят центры плавучести, это парабола У пропорционально Х в квадрате. Ну, у параболы есть некоторый центр кривизны, мы этот центр кривизны находим, находим радиус соответствующий, и этот радиус равен Б, то есть вот это расстояние от середины палубы до центра плавучести в нейтральном положении, умножить на некий коэффициент единица минус А в квадрате делить на шесть Б в квадрате. Теперь рассмотрим два плавающих бруска. Один широкой подводной частью, а другой с узкой. Будем считать, что в обоих случаях центр масс находится под водой. Направление наклона брусков условно покажем перемещением центра масс по дуге радиуса С. Теперь найдем, куда переместился центр плавучести. Если подводная часть широкая, так что А в квадрате больше шесть Б в квадрате, радиус кривизны Р вообще оказывается отрицательным. Это означает, что центр соответствующей дуги, который в теории корабля называют метацентром, находится ниже центра плавучести. Поэтому центр масс бруска и центра плавучести идут в противоположные стороны, и возникающий момент сил возвращает брусок в исходное положение. А когда подводная часть бруска узкая, радиус кривизны Р положительный, метацентр находится над центром плавучести, и брусок будет устойчив, если центр масс сместится больше, чем центр плавучести. Поэтому условие устойчивости состоит в том, что радиус Р должен быть меньше радиуса С. И теперь мы условия устойчивого плавания бруска в ненаклоненном состоянии, то есть условия устойчивости, как говорят моряки, представим в удобных для нас соотношениях. Вот я еще раз изобразил брусок, и я теперь буду пользоваться его размерами. Ну ширина 2А, высота, удобно тоже двойку написать, 2H, а глубина заглубления, как мы ее обозначали, 2B. Ну и понятно, что 2B к 2H, ну то есть попросту B к H, относится так же, как относится плотность бруска к плотности жидкости. Это следствие прямое из закона Архимеда. А теперь мы все подставляем в полученное ранее условие устойчивости, и получаем в итоге такую формулу. Брусок устойчиво плавает, не наклоняясь. Если отношение А к H, ширины к высоте, больше, чем вот такой корешочек квадратный из 6, здесь стоит плотность тела к плотности жидкости, а здесь второй множитель, единица минус плотность тела к плотности жидкости. И теперь мы можем показать на диаграмме области устойчивого и неустойчивого плавания прямоугольного бруска на одной из его граней. Когда плотность бруска равна половине плотности воды, брусок квадратного сечения не может устойчиво плавать ни на одной своей грани. Для устойчивого плавания ширина бруска с такой плотностью должна превышать его высоту по меньшей мере в одну церую 23 сотых раза. А чтобы квадратный брусок все-таки устойчиво плавал на своей грани, его плотность должна быть либо меньше 21 сотой от плотности воды, либо больше 79 сотых. И это можно проверять в эксперименте. Прекрасны плоды воображения теоретиков, но, к сожалению, идеальные параллепипеды существуют только в мире умопостигаемых идей Платона. А когда начинаешь делать экспериментальный объект, то оказывается, что возникают большие проблемы с центровкой. Ну и поэтому устойчиво плавающий кирпич с отношением сторон 1,23 сотых и плотностью 1,2 нам сделать не удалось. Ну вот у этого кирпича плотность 1,2, и он прекрасно плавает, весьма устойчиво, что на одной грани, что на другой грани. Но вот только отношение сторон у него равно 1,45. И этот результат сильно улучшить нам не удалось. Однако я должен сказать, что нам не следует сбрасывать теорию со счетов, ведь без теории мы вообще ничего бы не знали. Ну да, с вот этим кирпичом у нас были проблемы, потому что для того, чтобы получить плотность в 1,2, его надо было отцентровать. Но мы ведь можем взять кирпич из чистого пеноплекса, придать ему форму прямоугольного параллепипеда и поэкспериментировать с таким объектом. Его плотность составляет 1,40 от плотности воды. И когда мы подставляем эту 1,40 в формулу, мы даже учтем вот эту скобочку, 1 минус 1,40. С такой точностью посчитаем. Мы получаем, что критическое отношение ширины параллепипеда к высоте составляет 0,38. И вот это-то сейчас Алексей точно возьмет и проверит на опыте. Итак, начинаем эксперимент с вот этим бруском, у которого отношение ширины к высоте равно 0,44. И он отлично плавает, весьма устойчиво, можно даже его покачать. А теперь увеличим его высоту, так чтобы отношение ширины к высоте стало 0,42. И он по-прежнему плавает. Ладно, добавим еще одну пластинку. Теперь отношение равно 0,40. И он все еще плавает. Добавим еще одну пластинку, так чтобы отношение стало 0,38. И он заваливается на сторону. Как и предсказывала наша теория. И вот мы сделали экскурс в теорию устойчивости плавания прямоугольных однородных брусков. И пора перейти к практическим рекомендациям. Но с брусками все очень просто. Поскольку центр тяжести однородного бруска мы никак поменять не можем, то единственная рекомендация – это сделать его пошире. Ну а для реальных кораблей далеко не всегда эта рекомендация выполнима. Например, яхты должны быть достаточно узкими, чтобы было меньше сопротивления воды. Ну и в этом случае поступают по-другому. Как можно сильнее понижают центр тяжести яхты. И для этого делают фальшкиль, который загружают балластом чугунным или свинцовым. Ну а теперь пришло время перейти к нашему традиционному заключительному вопросу. И он будет связан с подводным плаванием. Попробуйте сформулировать критерий устойчивости плавания подводных лодок. И напишите его в комментариях к нашему ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok